Соединенные Штаты и еще 11 стран Тихоокеанского региона сегодня заключили историческое соглашение. Самый амбициозный торговый пакт за несколько десятилетий. Участники переговоров в Атланте, штат Джорджия, сегодня пришли к окончательному соглашению по созданию нового торгового объединения ТТП. На него приходится около 40% всей мировой торговли. Новая структура является своеобразным торговым противником Китая. В нее войдут все крупнейшие экономики гигантского региона, включая США, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Мексику и Чили. Соглашение предусматривает почти полную отмену таможенных пошлин между странами-участницами экономического блока, что приведет к удешевлению продукции. Россия выступила с критикой этого объединения, однако, оставшись вне партнерства, она не сможет ему противостоять, считают эксперты. Канадские экспортеры получат беспошлиный доступ к почти 800 миллионам покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это очень масштабное соглашение. Оно невероятно всеобъемлющее и не только устраняет тарифы и торговые ограничения, но и широко влияет на весь спектр экономик наших стран. Переговоры о Тихоокеанском сотрудничестве велись с 2008 года. Их успешное окончание в Вашингтоне называют победой Барака Обамы. Это был один из основных пунктов в повестке дня его администрации. Этот пакт устраняет 18 тысяч налогов на американские товары и услуги. Он также включает в себя самые жесткие в истории условия охраны труда. Он позволит рабочим создавать профсоюзы, запрещает эксплуатацию детского труда и прокладывает путь к повышению минимальной заработной платы. Новый торговый пакт должны одобрить законодательные органы, вошедшие в него государства. И на Капитолии Барака Обаму ожидает тяжелая борьба с законодателями, которые в большинстве своем высказываются по меньшей мере настороженно. Наиболее жестко настроены демократы, которые считают, что снятие пошли нанесет удар по американскому среднему классу. Негативно высказываются и участники президентской гонки. Так, демократ Берни Сандерс, сенатор штата Вермонт, уже пообещал сделать все, чтобы договор был заблокирован. Категорически против и республиканец Дональд Трамп. В то же время его главный соперник на сегодняшний день Бен Карсон заявил, что судьбу договора должны решать граждане США через своих представителей на Капитолии. Карсон одна из самых неоднозначных фигур нынешней президентской гонки.